всем привет с вами канал артмания да и мы тут готовим с димой супчик и сидим болтаем я ему немножко о боге рассказываю что такое у нас боженька да я всегда называю кстати боженька с детства не знаю почему немножко о боге немножко он хотел уйти а я с утра у нас время 10 50 уже вот я сейчас сижу при себя и думаю надо было все-таки мне мультиварку все сложить обычно я во время беременности помню суп готовил всегда мультиварки туда все заложишь закроешь и уйдешь спокойно она все сделает приходишь и забираешь ты замуж даже сейчас перелить все это просто потому что что-то мне сейчас с утра сидеть и следить за супом совершенно не хочется вот я сейчас кстати сижу я хочу новую мультиварку мне не хочу достали мне честно говоря старый уже надоело она мне не нравится смотрите такие штучки ему даю он с ними играется вот еще тут параллельно кофе пью не знаю что-то меня прям во время этого карантина меня прям кофе тянет пить нереально как мне уже почти допиваю мне опять там снова какие-то разные рисунки появляются у меня дерево представляется пустынное дерево с какой-то как ее норкой я вам покажу так вот видно вот он дерево сверху класс обожаю разглядывать их это фантазию кстати очень развивает да буква у а ты мне с утра про букву и по моему рассказывал да пока я спала просыпаюсь сегодня вернее просыпаюсь от звуков знаете буква я новую мультиварку нашу нашу мультиварку мы покупали вообще очень быстро потому что как раз я была беременна было ли это наступало и муж не любит когда я летом готовлю я очень люблю готовить тогда мы жили в однокомнатной квартире и когда начинаешь готовить летом то во всей квартире была жуткая жара были окна спотевшие прям было очень жутко вот сейчас мы уже переехали поэтому сейчас попроще но все равно и во всей квартире была жуткая жара ну как не жуткая сильная даже раба во всей квартире поэтому купили мультиварку мы купили и как-то очень быстро срочно нужно было мультиварку обычные всю свою технику выбираю заранее по отзывам какая то есть она все и всегда старалась купить лучше допустим как у меня было с этой либо печкой то есть я купила лучшую но там хлебопечка у меня как раз получается два в одном она и хлебопечка и йогуртница и мультиварка но у нее чаш очень маленькая в смысле вот порежем картошку что-то сегодня картошку по-другому уже режем вот и мультиварка была куплен очень быстро вот и она есть мультиварки которые есть сенсорные например или кнопки а у нее получается сверху просто наклейка какая-то это вот кстати очень неудобно когда нам у меня гороховой каша сбежала то это наклейка начала отклеиваться вот это был конечно кстати вообще целая история с этой гороховой кашей да сына да сына целая была история с гороховой кашей поставила гороховую кашу вроде налила от воды не так много сижу за компьютером дима спит день сижу за компьютером слышу что-то капает так кап 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 думаю наверно нас это затопило может быть или чё-нибудь это и дупо на звук дохожу до кухни мультиварку на стояла на табуретке да там место не было толком кухонный гарнитур там был но очень маленький такой ни о чем стоит на табуретке смотрю под табуреткой капелька так кап 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 я смотрю на это на мультиварку сверху вот это вот делание вот окошечко которая хорошо но там вот у некоторых мультиварок она просто открыта по моему и бывает высвистывает оттуда фонтан а у нее как-то вот оно по-другому сделано поэтому я еще еще и поэтому наверное купила ты мой переводчик и она вот так по бокам короче вытекает это вообще это был кошмар все отмывать потом я после этого больше не готовила гороховую кашу хотя кстати очень хочется но я боюсь теперь боюсь я теперь диме наверно пока еще нельзя горох мне кажется наверное со скольки там лет кстати не знает никто со скольки лет можно детям горох наверно с 3-4 она уже такой наверное туалет будешь бегать чаще вот и поэтому мне хочется мультиварку который сенсорная или кнопками без этих наклей потому что они отклеиваются уже может быть да ладно будет отклей их игра как я потом узнаю где какая у меня кнопка сейчас уже реже конечно готовишь в основном там плов вот я готовлю к эту до плов капусту тушу мультиварки но проще как-то так следить там не надо с вами болтая мне рассказать всегда есть что поэтому я хочу другую мультиварку другой стороны я понимаю то что она мне не нужна как бы я почти не буду ей пользоваться редко но мне хочется чтобы не было нормальная мультиварка тебя не видно наверное за этой морковью огромную мы ее кстати будем сейчас тереть я стала ее тереть мне кто-то в комментариях написал то что гораздо вкус вкуснее будет если морковка тертая я стала тереть теперь ну потому что дима ее не особо ну как в принципе он ее любит но жевать что-то он ее не особо любит как-то так молодец какой у тебя суп будет вкусный вот такие кстати кастрюльки еще когда ходил по магазинам чаще еще в этом прошлом году в этом не помню короче в этом а в этом году да я видел покупал как раз свои кастрюльки свою посуду вот и стал хорошо хоть и перед это карантином успела все купить до того как цены поднимутся дадим успел купить ложечки вот у меня там недавно видели вы наверно появились и давно продолжу купила еще по осени все никак не могла это времени не было чтобы помыть уложить помыть шкафчик хотя кстати они мне так нравится мне хочется второй набор собрать такой но сейчас уже все закрыто уже все закрыто надо было тогда сразу штук двенадцать а то нам не хватает честно я еще знаете помню к свекрови в гости приезжаю а у нее вилочки там вилочки там вилочек по-моему вилок 6 ложек ложек 15 столовых и чайных ложек штук там 15 или 20 я насчитала вообще так много мне так дико это было думаю зачем так много а сейчас понимаешь зачем Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Причем, знаете, так получилось, что я уже все сложила в нее, залила воду, по-моему, суп приготовить, или кашу какую-то. Покакал. Покакал? Хорошо. Сейчас я приду. Покакал. Молодец ты какой у меня. Так, продолжим. Ребенок у меня покакал, ходил и выбрасывал. Знаете, вспоминаю из детской памяти, как сестра, у меня младшая сестра, на 5 лет меня младше, и помню, она на даче, значит, у нас дом стоит в одном конце участка, туалет в другом конце участка, вот, и, чуть-чуть надо повыше, что ли, вот так вот, вот, и она, значит, покакает там в туалете и кричит бабулю, бабуля, вытри мне пусто. Попу, на всю дачу, а бабуля в этот момент блины жарит, например, то есть от блинов вообще очень сложно отойти. Она, ну, господи, да что ж такое-то, что ты попозже не могла сходить или пораньше, ну, сейчас, подождись, посиди, я блины жарю, не могу отойти. Она опять кричит, а сестра не слышит ее, кричит снова, бабуля, еще громче, бабуля, вытри мне попу, я помню. А я тоже была ребенком, ну, хоть он опять лет старший, но все равно ребенок ребенок, он есть ребенок. Вот, а я такая хожу, все это слушаю, напомню, Наташ, иди вытри ей попу, я говорю, да не хочу я, что я должна вытирать ей попу, вроде, это, сама иди вытирай. Помню, она сидит там в итоге в туалете, сидит, ждет, пока бабуля там блины нажарит. Вот, и сидит, и кричит, и кричит, и я вот каждый раз у меня сейчас ребенок уже, раньше как-то сажаешь ребенка в туалет на горшок, чтобы он покакал там туда-сюда, а сейчас он уже сам, вот второй раз я замечаю на кухне, что-нибудь готовлю, а он сам сядь там, сходит в туалет, потом придет, скажет, что он сходил. Вот, и каждый раз этот момент вспоминаю. Тебя-то я уже не помню там, ну, плохо помнишь, какая была, как-то не знаю, мне кажется, такого, когда я была, наверное, маленькая, у нас это, дача далеко очень была, очень далеко была. Как бы здесь тоже в Самаре, но мы ехали, что-то от Самары было, сейчас, если дача у нас от Самары 30 километров, да, 30, то у нас было там 60 или 70 километров, и я помню, мы на дорогу очень много времени тратили, чтобы доехать до дачи, я помню, как я очень сильно уставала сидеть, хотя, в принципе, спокойный ребенок по жизни, то есть люблю посидеть, но тем не менее я уставала очень, я помню. Там, господи, да когда же мы доедем, да что же это такое? Еще дедуля ездил очень аккуратно, никогда не гонял, ну, как семью же ведешь. Попробую листочек, смотрите, у нас в таких баночках симпатичных, это еще баночки. Ммм, так ароматно пахнет, понюхайте, чувствуете? У вас дома тоже должен появляться аромат, потому что у меня уже появляется. Когда вот смотришь какие-нибудь, кто-нибудь там готовит, у меня тоже появляется. А, так вот, я не рассказала мультиварку, у меня ломалась. Что-то сложила я, короче, в нее залила воду, включила, а она не включается. И вот тут тишина, то есть тут тоже не включается. А, нет, она, по-моему, включилась и потухла. Да, 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 по-моему, так. И все, и ноль эмоций. Ну, я пошла, поскольку я была на тот момент постоянным клиентом, мне делали большие, кстати, очень большие скидки, почти 50% в магазине Redmond. Это, кстати, где-то сбоку там, наверное, написано, магазин Redmond. И там еще была как раз девушка, с которой мы общались. Там чуть ли почти подругами вот-вот, прям не стали, я уже была беременная. Потом перестала ходить туда. Вот, и она мне делала очень большие скидки, почти 50%, даже иногда 70% в скидку. Вот, она мне просто поменяла и все. Хотя там уже прошло больше двух недель, уже где-то там месяц, что я с лишним прошел. Вот, она мне просто выдала другую, но это она тоже, она, кстати, с дефектом каким-то. Какие-то звуки издает странные, когда, по-моему, когда работает. Так, сейчас проверим. Ага, включается, слава богу. Так, сейчас мы будем с вами... Так, где тут у меня? Ой. Вот. Ну, немножко вам сбоку. Так. Правда, не помню, как она. А, меню. Еще меню. Ой, блин, нет, не так. Плов напорол суп. Опять покакал. Опять покакал? Да батюшки, подожди, сейчас я... Старт. Все, 40 минут. Она готовится суп. Много бананов. Много бананов вышло у тебя, да? Да. О, у нас дождь пошел. Так, короче, 40 минут она сначала разогревается, потом готовится 40 минут. Так, а воды? А воды можно было побольше, кстати. Ну ладно. Все. Так, ну вот она. Нашу мультиварку приготовила. Давайте вместе с вами посмотрим, что же там у нас. О! Красивый супчик. А по ощущениям, кажется, как будто с помидорами вместе. Даже там что-то жирочку тут вот по бокам. Ощущение, как будто подсолнечное масло положила я. Ладно, сейчас наложу, посмотрю.